Всем привет! Сегодня я вам покажу мою готовую комнату. Она, честно говоря, не совсем готова. Я ещё жду ручки от китайцев, то есть ручки для мебели. И начать я хочу с входной двери. Дверь рядом с изголовьем кровати. За дверью я повесила опять рамочку, на которой у меня висят серьги. Внизу стоит чемоданчик, шкафчик, встроенный в проём в двери. То есть это дверь в соседнюю половину, где живёт папа. Я её закрыла и встроила туда шкафчик. Вот стоит секретер. Над секретером я повесила свою незаконченную картину «Сирень». То есть это ещё будет дорисовываться, поэтому не судите строго. «Секретер» без ручек. Ну, я для пробы так воткнула тоже такие же ручки, как сейчас на прикроватных тумбочках, чтобы было немножко понятно, как это выглядит. Дальше идёт комод со стулом, дверь в наш бат и гардеробную, шифонер. На шифонер я тоже воткнула просто так ручки. То есть они не прикручены, но просто, чтобы было видно. Вот такой белый шифонерчик. Я нашла ещё стульчик дубовый, который у меня стоял в келлере. Покрасила его тоже в белый цвет и поставила пока рядом с шифонером. Дело в том, что у меня на шифонере, ну там не видно сейчас, она стоит низко, вот коробка со шляпами. То есть, чтобы достать эту коробку, мне нужен стульчик, чтобы на него становиться. Шифонер я немножко подшлифовала, состарила. То есть на нём есть царапинки, как бы. При шлифовке краски вот я сделала тоже там немножко, как бы, голые места. На стену рядом с шифонером я сделала такую досочку с крючком. Я не стала вешать картины, как-то мне не захотелось. Почему-то стены мне нравятся так больше. То есть с этой стороны окна у меня тоже нет картины. Итак, это досочка с крючком, на которой я вешаю ту одежду, которую я должна одеть, допустим, на следующий день. То есть я готовлю, вытаскиваю, вешаю на крючок, чтобы утром просто одеть и побежать. Раньше, когда я доставала одежду, я вешала вот на боковую сторону шифонера. Было не очень красиво. А так вот даже очень интересно смотрится. Я вам потом покажу поближе, но сейчас вот издалека. Видите, наверху такой металлический элемент. Это кусок кованых ворот. Это Лиза нашла на пруду. Вы знаете, что у нас в деревне есть пруд, такая речка. И там на пруду, где-то на дорожке, где она гуляла со своим другом, они нашли вот этот кусок железки. И Лиза сказала, надо взять с собой, маме пригодится. Молодец! Я сделала декоративный элемент просто на эту досочку. Ну и смотрится очень даже ничего. Теперь шторы. Вы видите, наверху новая поперечна. Это из второй ткани компаньона. Я сшила полосочку ткани такой же ширины, вот как была занавесочка. Я вышила вручную. Вот знаете, сейчас вижу ошибку. Я вышила цвет в цвет. Там цветочек. А надо было вышить белым. Ну, я сделаю еще одну. То есть я их буду менять там, когда стирать, снимать. Повешу другую. Сделаю тоже в таком же цвете. Может подыщу что-то еще более подходящее. Тоже вышью. И буду их менять. Ну и на этой стороне наши каменные обои. То есть я подкрасила переход опять, где у нас шпаклевка. Мне, в принципе, нравится. Белая кровать, тумбочки. Это вы все уже видели. И вот, тадам! Сундук! Это сундук, в котором у меня хранится постельное белье. Девочки мне присылали ссылочку на канал Ладушки Казариной. У нее вот там шифонер отделан салфетками. Тоже оформлен. Ну и я решила не на шифонере, а вот на этом сундуке тоже сделать эти салфетки. Я не стала выкладывать рисунок, как у Ладушки на шифонере. То есть там сделано типа цветов, знаете, стебелечек, листочки и так далее. Дело в том, что я не умею вот так очень мелко, очень тонкими нитками вязать. То, что у меня есть, это достаточно толстые изделия, скажем так. И я взяла просто готовые салфетки, наклеила их. И мне кажется, тоже неплохо получилось. Теперь кровать. Я сшила новые подушки, вот видите, узенькие, которые лежат рядом с белыми. В самой середине подушечки одеты в наволочки. Это магазинные, это габелиновые наволочки. В принципе-то они рождественские. Но как бы по цвету, по тематике они подходят и к моей теме. Не нужно ждать до Рождества. А вот эти вот узенькие подушечки я сшила. То есть я взяла из бязи, сшила чехлы, наполнила... Я не знаю, как это называется. Ну вот подушки продаются не с перьями, а синтетические. То есть их можно стирать. У меня была одна большая подушка 80 на 80. Я ее поделила пополам и взяла вот этот наполнитель. И вложила в бязевые чехлы. Затем сшила наволочки из такой же ткани. Ну вот как на занавеске, на поперечине. Сделала посредине... Ну как назвать? Аппликацию, наверное. Вот не поверите, из чего. Нашла какую-то старую скатерть. Я вам потом покажу их поближе. В общем, по цвету она подошла замечательно. И я сделала вот посредине как бы аппликацию. То есть это не вырезано и сшито. Это наложено поверх ткани. И по краю обшито плетеным кружевом. Ну и в принципе ничего сложного в этих наволочках нет. Я не делала там молнию сзади. Я сделала как бы запах. То есть это как для отелей наволочка. Как я уже сказала, я вам потом покажу мелочи, всякие мелочи поближе. Сделаю еще фотографии в конце, чтобы вы все это рассмотрели. Ну а сейчас продолжим рассматривать нашу комнату. Я вам вставлю здесь в видео кусочек, как я красила стены. Ребята, это была целая эпопея. Пока я получила вот этот вот цвет. Такой светло-серый. В общем, смотрите, его еще. Может быть и кому-то это окажется полезным. Ну а я вам сделаю еще раз как бы экскурс по комнате, по кругу. Вот от входной двери. Идем к окну. Окно, окно, наш шифонер, стульчик, стул, комод, секретер. Ну, угол здесь со шкафчиком в дверном проеме можно и не показывать. Там нет ничего интересного. Ну и давайте я вам покажу немножко поближе мебель. Вот видите, все белого цвета. В принципе, мне понравилось все. Давайте я вам покажу, как выглядит секретер изнутри. То есть я вам говорила, что внутри я его просто пошлифую. Боковины я покрасила, потому что, ну там прям тютелька в тютельку мне не удалось отшлифовать прям до угла. Поэтому я решила, что боковинки можно сделать белыми. А вот плата рабочая осталась таким же. То есть я убрала только лак, осталась фурнитура. Надо покрыть еще раз маслом. То есть вот эту дверку я-то покрывала два раза. А вот внутри часть, она покрыта только один раз. Поэтому я покрою еще раз маслом. И затем высушу. И слегка пройду такой вот губкой, наждачкой, знаете. Так, стул вы уже видели. Покажу вам тогда еще стульчик. Вот такой. Это знаете, что такое? Это в принципе не стульчик. Это как бы маленькие столики. Их три штуки. То есть, вот видите, с этой стороны у него есть вот эта поперечина в длину. С другой стороны у него ее нет. Там сделан проем такой, в который вставляется стульчик или столик меньшего размера. И всего их три. То есть их можно один за другим вытягивать. Там почти как ящики в столе, знаете, система. Их можно по отдельности использовать. Можно рядом поставить. А можно сделать, вот как я сказала. Один вытянуть не до конца. Второй вытянуть не до конца. Получается типа лесенки. Ну и на такие столики ставить там цветы. Можно использовать как лесенку, действительно. Можно использовать как стульчик. Ну, они были очень темные, дубовые и такие страшные, что тоже мы их пихали из одного угла в другой. А теперь я вот покрасила беленьким. И стало очень даже хорошо. Теперь я вам покажу поближе шифонер. Вот видите, я сделала на нём потёртости тоже. Слегка. Ну и не только слегка. Я сделала вот внизу, например. Там прям есть конкретные кусочки. Вот видите. Теперь я покажу вам вот эту вот полочку. Я уберу сейчас своё платье. И смотрите, как это выглядит. Вот такая дощечка. Знаете, что это такое? Это ящик от старой кухни. Была у меня раньше дубовая кухня. И кухня стояла внизу в квартире. И когда въехали к нам папа и мама, они мне убили эту кухню. В общем, её пришлось выкидывать. Но я открутила вот дверки вот такие. То есть всё, что было из дерева. Кухня была дубовая, но у неё был дубовый только фронт. То есть вот двери, ящики, всё остальное было из запилок. Поэтому она очень быстро разбилась, так как мама и папа, они очень часто пользовались кухней. То есть варили по 2-3 раза на день. В общем, она быстро развалилась. И у меня лежат вот эти вот детальки. Я уже приспособила Лизе, сделала вешалку. Ну и решила сделать себе. Вот такая вот беленькая досочка. Я на неё прикрутила крючок. Это крючок для того, чтобы держать вот санависки. Знаете, такие шляфы обхватывают и затем цепляются за крючки. То есть этот крючок был у меня здесь на стене для санависок. Я его прикрутила, тоже немножко покрасила, зачистила и вот прилепила этот элемент, который нашла мне Лиза. Очень красивый. Я прикрутила здесь тоже обыкновенные крючки такие. Я их выпрямила, закрутила и затем положила эту железку так, как мне нравится и просто загнула крючки, лишнее отрезала, закрасила, чтобы их не было видно, потому что они были золотые. Ну и теперь занавеска. Видите, кусок ткани. Я на нём вышла, опять же, такой цветок, как на стуле. Вот видите, похожий. И затем на небольшом расстоянии от низа под цветочками я вытянула в ряд несколько ниток. Я не стала делать мережку, потому что нитки очень-очень такие капризные. Здесь очень много, по-моему, хлопка. И вот он такой весь, я не знаю, какой-то пористый. Когда я вытягивала нитки, я так намучилась, они без конца рвались, если я хорошо потяну. Поэтому я решила себя не мучить и оставить так, как есть. Вот видите, какой цветочек. И вот здесь у нас получаются вытянутые ниточки. Ну и давайте я вам покажу теперь свои подушки новые. Это из той же ткани, как я сказала, из которой сделана занавеска. Вот сзади, видите, здесь вот просто запах. То есть вот такой вот кусок где-то примерно запахивается. Я положила подушку немножко поближе к свету, чтобы вы могли рассмотреть. Вот смотрите, в середине это скатерть. То есть я вам уже показывала скатерти, но это, конечно, не все. У меня еще в мастерской там море. Там льняные скатерти, у меня еще там всякие нарядные. Иногда я использую эти скатерти для съемок. Иногда я использую вот для чего-то. Для шитья, что-то мастерить. Потому что ткани всегда натуральные у скатертей. Ну и в этом случае, видите, как красиво, в принципе, подошло. То есть очень хорошо гармонирует с занавесками. Все цвета, которые у нас есть на занавесках, они повторяются на подушке. Также вот такие плетеные кружева. Это я отпарывала от старых занавесок, которые уже давно-давно выбросила. То есть вот такие вот вещи, которые можно использовать по несколько раз, я никогда не выбрасываю. Подушечки очень мягкие, удобные. Давайте я вам покажу чехол. Вот видите, это бязь. Эту бязь мне присылала моя подруга Людочка Сарафанова из России. И вот я взяла кусочек. На нем, на этом кусочке были желтые пятна. Поэтому куда-то еще использовать я не могла эту ткань. А вот на наволочке очень даже хорошо. Покажу вам наши наволочки. Потому что они не будут у меня в видео о постельном белье. То есть я там начала уже снимать. Ну и так как я постельное белье сегодня применяла, я вам сразу покажу эти наволочки. Очень красивые, с вышивкой по углам. Вышивка очень нежных цветов. Это крестик и, ну, типа строчки. Даже есть кусочки гладью. Но это не ручная вышивка. То есть это машинная вышивка. Сделано красиво. Рисунок на двух углах. Вот эти наволочки я использую тогда, когда у меня, у пододеяльников, нет в комплект наволочек. Есть у меня разное красивое белье, которое не комплект. Например, вот эти вот пододеяльники. Ой, они такие красивые, ребята. Они все в цветах. Типа Анютины глазки и так далее. Но у этих пододеяльников не было наволочек. И поэтому я использую вот такие белые в комплект к таким пододеяльникам. Это ткань Мако Сатин. Я вам уже рассказывала, что Мако Сатин – это такая ткань, которая даже не требует глажки. То есть она до такой степени, ну, как шелковая, но такая очень плотная. Ну и давайте покажу вам поближе сундук. Становится совсем темно. Уже ничего не видно. Вот видите, я использовала салфетки. Ну, эти салфетки я ими не пользовалась. Поэтому они пошли у меня сюда вот на сундук. Вот такая вот с цветочками. Четыре салфетки белые. И вот эта вот самая маленькая, она бежевая. Но я ее так слегка затонировала белым. Поэтому она, ну, смотрится тоже очень гармонично. Эти салфетки я клеила на клей для дерева. То есть, ну, это типа вашего ПВА наподобие. Ну, я должна сказать, это была моя ошибка. Мне надо было просто-напросто намочить салфетки в краски и приклеить. Дело в том, что от клея, от этого, появились слегка желтоватые пятна. Мне пришлось еще подкрашивать, подкрашивать, подкрашивать. Ну, я надеюсь, что пятна эти не вылезут очень сильно. Ну, пока вот так. Если появятся пятна, буду красить еще раз. Салфетки я тоже прокрасила. Знаете, так вот кисточкой, ну, как сказать, стучала, чтобы виден был рисунок салфеток. Иначе, если их покрасить сплошную, то рисунка будет не видно, будет все сливаться. Ну, а так получилось очень даже неплохо. Итак, мои дорогие, показала вам все мелочи в комнате. Сейчас сделаю еще фотографии и размещу в конце видео. А вы смотрите маленький кусочек, как я красила стены. Ну, и на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Заходите на следующее. Буду очень рада. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии. Делитесь этим видео. Это для меня очень большая помощь. Если еще больше придет подписчиков на мой канал. Это произойдет только благодаря вам. Если вы будете делиться видео, рассказывать о моем канале. Ну, конечно, в том случае, если вам нравится. Ну, а если нет, то нет. Ну, все. До свидания. Увидимся скоро. А теперь пока! Пока! Смотрите, ребята. Я красила вчера стену. Не докрасила. Хорошо, что не докрасила. Намешала краску вечером. Посмотрела. Все серенькое. Я купила обтену, который называется шифер. Шифер – это такой натуральный камень, из которого делают ту же черепицу, чтобы крыть крыши. И он серого цвета. Такого антрацит, как асфальт. Развела с белой краской. Покрасила. Вроде на стене выглядело серо. А посмотрите сегодня. Это голубой цвет. Я не знаю, передает ли камера. Вот видите, голубой. Сегодня я уже намешала новую краску. Вот, экспериментировала. Подбирала цвета. И в итоге взяла просто черный цвет и белый. Но, ребята, получался опять какой-то голубой цвет. Я добавила еще коричневый. И вот в результате у меня получился вот такой вот серенький цвет. Эта стена еще мокрая. Давайте я вам попробую показать. Ну, та стена тоже мокрая. Давайте, наверное, на эту сторону. Тут у меня и шифонер стоит, крашеный. Вот на другой стороне уже высохла. Но это тоже очень темная. Мне надо еще раз прокрасить сверху бордюр, потому что он голубой. И вот уже сухая стена. Вот видите, какой светло-серый. Переход от обоих краски надо будет немножко подкрасить. Потому что я постаралась зайти на эту штукатурку, как бы. И она стала что-то вся серенькая. Я потом подберу более темный серый коричневый цвет и сделаю немножко контраст, чтобы это было видно, как в начале. Ну, в общем и целом, сегодняшним цветом я довольна. Попробую показать вам в углу. Увидите ли вы разницу. Вот видите, правая сторона от угла серая, левая сторона голубая. Вот вам результат. Нельзя мешать краску вечером. То есть, когда искусственный свет, цвет получается совсем другой. Попробую показать вам в углу. Попробую показать вам в углу. Попробую показать вам в углу. Субтитры подогнал «Симон». Добавил субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова